Уважаемые товарищи слушатели, сегодня вашему вниманию мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина, заметки публициста. Почему именно эту работу? Потому что эта работа, как и целый ряд других работ, она важна тем, что она обосновывает мысль, высказанную Владимиру Ильичу Ленину в одной из своих работ, что борьба с империализмом, если она не связана непосредственно борьбой с оппортунизмом, есть пустая лживая фраза. То есть борьба с оппортунизмом должна быть неразрывно связана для коммунистов с борьбой с оппортунизмом. И как раз вот эта работа отвечает тому, как Владимир Ильич предполагал и действовал, не только предполагал, а действовал в этом вопросе, то есть в вопросе борьбы с оппортунизмом. Написана эта работа Владимиру Ильичу была написана 14 февраля 1920 года. И была она написана в ответ на обращение французских социалистов по поводу возрождения второго интернационала. И вот непосредственно теперь я хочу перейти к этой работе. Начинает работу Владимир Ильич Ленин такими словами. Гражданин Жан Ланге прислал мне письмо с листком Комитета по восстановлению интернационала. Ну имеется ввиду конечно второе, он тут не говорит. В листке напечатаны два проекта резолюций к предстоящему в Страсбурге съезду французской социалистической партии. Подписан листок от имени Комитета по восстановлению интернационала. И подписан, как говорит Владимир Ильич, здесь 24 лицами. Ну соответственно, когда он изучил эти материалы, которые получил, он и написал вот эту свою работу, заметки публициста. И продолжает в этой работе, что все вожди, все выдающиеся представители социалистических партий, профессиональных союзов, рабочих кооперативов, которые в войне 14-18 годов были за защиту Отечества, поступали как предатели социализма. Разоблачать их ошибку неуклонно, разъяснять систематически, что эта война была с обеих сторон войной разбойников за дележно грабленной добычей, что неизбежно повторение подобной же войны без революционного свержения буржуазии пролетариата. То есть пока существует капитализм, войны неизбежны. Это история по мере существования капитализма подтверждает эту мысль постоянно. И войны идут и сейчас. Далее, обращается он уже непосредственно к материалам этих предложенных лонгетистами по восстановлению интернационала. Ленин говорит, резолюции лонгетистов никуда не годны. Впрочем, они очень годны для одной особой цели – для иллюстрации самого, пожалуй, опасного зла для рабочего движения на Западе в данный момент. Это зло состоит в том, что старые вожди, видя неудержимое влечение масс к большевизму и к советской власти, ищут выход в словесном признании диктатуры пролетариата и советской власти, на деле оставаясь либо врагами диктатуры пролетариата, либо людьми, не способными или не желающими понять ее значение и проводить ее в жизни. То есть, уже как бы суть этих резолюций, которые мы были присланы, она никак не отвечает марксизму. И далее, как громадно, как необъятно велика опасность от такого рода зла, это особенно наглядно показала гибель первой советской республики в Венгрии. И объясняет, что, почему это способствовало вот это признание только на словах диктатуры пролетариата и советской власти, что ряд статей в органах коммунистической партии вскрыл одну из главных причин гибели этой советской власти в Венгрии. Измену социалистов, которые на словах перешли на сторону Белокуна и объявили себя коммунистами. На деле же не проводили в жизнь политики, соответствующей диктатуре пролетариата, а колебались, малодушничали, забегали к буржуазии, частью прямо саботировали пролетарскую революцию и предавали ее. Окружающие венгерскую советскую республику, всемирно могущественные разбойники империализма, то есть буржуазное правительство Англии и Франции, сумели, конечно, использовать эти колебания внутри правительства венгерской советской власти и зверски задушили ее руками румынских властей. Вот к чему приводит оппортунизм на примере венгерской республики, показал Владимир Ильич. Далее рассматривает ошибочные или оппортунистические взгляды Владимир Ильич и говорит, лангетисты как политическое направление ведут сейчас именно политику венгерских социалистов и социал-демократов, погубивших советскую власть в Венгрии. Лангетисты ведут именно эту политику, ибо на словах они объявляют себя сторонниками диктатуры пролетариата, а на деле продолжают вести себя по-старому, продолжают и в резолюциях своих защищать и в жизни осуществлять старую политику мелких уступочек социал-шовинизму, оппортунизму, буржуазной демократии и продолжают политику колебаний, нерешительности, уклончивости, уверток, умолчаний и тому подобное. Эти мелкие уступочки, колебания, нерешительность, уклончивость, увертки и умолчания в сумме неизбежно дают измену диктатуре пролетариата. Диктатура слово большое, жесткое, кровавое, слово выражающее беспощадную борьбу не на жизнь, а насмерть двух классов, двух миров, двух всемирно-исторических эпох. Таких слов на ветер бросать нельзя, говорит Владимир Ильич. И продолжает, сказав такие вот жестокие слова, что ставить на очередь дня осуществления диктатуры пролетариата и в то же время бояться обидеть рыцарей подлейшего социал-шовинизма, это значит осуществлять предательство рабочего класса по легкомыслию, по недостатку сознательности, по бесхарактерности или по другим причинам, но во всяком случае это значит осуществлять предательство рабочего класса. Расхождение между словом и делом погубило второй интернационал. Третьему отроду нет еще и году, а он уже становится модой и приманкой для политиканов, которые идут туда, куда идет масса. Третьему интернационалу уже начинает грозить расхождение между словом и делом. Во что бы то ни стало, всюду и везде надо эту опасность разоблачать, всякое проявление этого зла вырывать с корнем. Резолюции логетистов, то есть то, что они прислали, превращают диктатуру пролетариата в такую же икону, какой бывали резолюции второго интернационала. На икону надо помолиться, перед иконой можно перекреститься, иконе надо поклониться, но икона нисколько не меняет практической жизни, практической политики. Нет, господа, мы не допустим превращение лозунга диктатура пролетариата в икону, мы не помиримся с тем, чтобы третий интернационал терпел расхождение между словом и делом. Если вы за диктатуру пролетариата, тогда не ведите той уклончивой, половинчатой соглашательской политики по отношению к социал-шовинизму, которую вы ведете. И продолжает так. Если признавать диктатуру пролетариата, если рядом с этим говорить о войне 14-18 годов, то надо говорить иначе. Война эта была войной разбойников англо-французского империализма с разбойниками германо-австрийского империализма из-за дележа добычи колоний, сфер влияния и так далее. Пробовь защиты отечества в такой войне была изменой социализму. Если не разъяснять этой истины до конца, если не искоренить из голов, из сердец, из политики рабочих этой измены, нельзя спастись от бедствий капитализма, нельзя спастись от новых войн, которые неизбежны, пока держится капитализм. То есть, несмотря на то, что диктатура пролетариата, конечно, связана с войной против буржуазии, но жертвы, которые могут быть принесены на алтарь борьбы за диктатуру пролетариата, будут значительно меньше, как говорит Владимир Ильич, чем те жертвы, которые будут принесены империалистическими войнами. И поэтому он продолжает, что лонгетисты не поняли и не желают понять, отчасти не способны понять, что реформизм, прикрытый революционной фразой, был главным злом второго интернационала, главной причиной его позорного краха, поддержки социалистами той войны, в которой перебили 10 миллионов человек для решения великого вопроса, англо-французская или германская группа хищников-капиталистов должна была грабить весь мир. Лонгетисты остались на деле прежними реформистами, прикрывающими свой реформизм революционной фразой и только в качестве революционной фразы употребляющими новое словечко диктатура пролетариата. То есть только на словах признают диктатуру пролетариата оппортунисты в лице именно вот этих лонгетистов, которые пытались возродить второй интернационал. Ну и далее Владимир Ильич развивает такую мысль, что признать диктатуру пролетариата, это не значит во что бы то ни стало в любой момент идти на штурм на восстание, это вздор. Для успешного восстания нужна длительная, умелая, упорная, великих жертв стоящая подготовка. Признать диктатуру пролетариата, это значит решительный, беспощадный и главное, вполне сознательный, вполне последовательно проведенный в жизнь разрыв с оппортунизмом, с реформизмом, половинчинностью, уклончивостью второго интернационала. Разрыв с вождями, которые не могут не продолжать старой традиции, со старыми, не по возрасту, а по приемам парламентариями, с чиновниками профсоюзов, кооператив и тому подобное. С ними надо рвать, их преступно жалеть, это значит предавать из-за мизерных интересов десяти или ста тысяч, коренные интересы, десятков миллионов рабочих и мелких христиан. Признать диктатуру пролетариата, это значит коренным образом переделать повседневную работу партии, спуститься вниз к тем миллионам рабочих, бодраков и мелких христиан, которых нельзя спасти от бедствий капитализма и войн без советов, без свержения буржуазии. Разъяснять это конкретно, просто, ясно для массы, для десятков миллионов им говорить, что их советы должны взять всю власть, их авангард, партия революционного пролетариата, должна руководить борьбой. Вот что такое диктатура пролетариата. У лангетистов нет и следа понимания этой истины, нет ни капли желания и способности проводить ее ежедневно в жизни. Вот на этом я хочу остановиться, я взял только выдержки, ну, важнейшие выдержки из этих заметок, которые полезны для нас сегодня. Если хотите более подробно кто-то ознакомиться, возьмите работу сами, прочитайте ее полностью. На этом я хочу остановиться, ну, пожалуйста, какие возникли вопросы, может, что-то нужно обсудить из того, что я огласил вам. Давайте пока в чате вопросов нету, я вопросики задаваю, я не буду вас помочь. Давай. Смотрите, вот хорошо, мы говорим о диктатуре пролетариата, которую многие поддерживают только на словах. Ну, это оппортунисты, да. Да, и, собственно, вся работа в этом выдержана. Не просто оппортунисты, есть те, кто, допустим, по поводу Венгерской социалистической республики, ну, да, тут он кратко коснулся. Собственно, чем, допустим, большевики отличались от остальной партии, да? Любой человек, который не просто разделяет их программу в состав, он еще должен работать в партийных органах и обязательно заниматься деятельностью. Ну, и, соответственно, если партия диктатуру пролетариата признает, и, соответственно, те, кто разделяет это мнение, обязательно должны этому следовать. Ибо иначе их выгоняют. Так, может быть, из, так сказать, интернационала будут гонять всех тех, которые, так сказать, разделяют диктатуру, но при этом ничего не делают, ибо они не обязаны делать работу. Их и таких и не приняли в интернационал. Таких и не приняли, потому что, вы с вами, помните, говорили на предыдущем занятии, что было принято 20 условий, которые предлагал Владимир Ильич для приема уже на втором конгрессе. Вот где-то в феврале эти заметки были написаны, да? А в июле уже состоялся второй конгресс, и там эти условия были приняты всеми участниками второго конгресса, и никакие оппортунистические, и там независимые социал-демократы, не выполняющие этих условий не были приняты в третье интернационалу. Нет, ну, тогда понятно. Я к тому, что сегодня, когда пытаются тоже какие-то... А сегодня? Да, да, соединяться какие-то вместе партии под единственными лозунгами, так, ну, назовем в новый интернационал, да, собираться. Вот этот вопрос как-то... Вроде от всех требуют диктатуру пролетариата признавать, потому что мы все еще, так сказать, двигались в этом направлении. Но правда нет. Лозунг есть, а фактически работа, обязанность... В чем суть твоего вопроса, что надо ли объединяться и партиям, или что? Не стоит ли расширить, так сказать, требования для организации вхождения в интернационал, не просто чтобы разделять диктатуру... То есть те 22 пункта, которые были приняты, они сейчас не подходят, да? Не подходят, еще чтобы добавить. А, что-то добавить, но если есть, что добавить. Время-то идет. Нет, но если есть, что добавить, кто против? Если они будут соответствовать коренным интересам рабочего класса, будут соответствовать марксизму, ну, почему бы не добавить, да? Потому что развитие науки идет, наука развивается. Видимо, возможно, что как-то нужно... Но дело в том, что для того, чтобы создать интернационал, ты имеешь в виду, да, Паново? Да, да. Для того, чтобы создать интернационал, нужно, чтобы появилась, во-первых, возможность, а во-вторых, желание у тех, кто хочет создать интернационал. Нет, ну, идеи периодически слышно. Да, идеи такие, да, постоянно. Выдвигались, но вот в связи с началом вот этих, вот событий этой войны, которая сейчас идет на Украине, у целого ряда коммунистических партий возникли разногласия по отношению к этой войне, и поэтому, видимо, сейчас вот на данный момент вопрос объединения пока не такой простой. То есть пока не прояснится ситуация с теми военными действиями, которые сейчас идут на Украине, видимо, вряд ли возникли вот немедленно вопрос о создании нового интернационала. Вот это мое просто мнение, что вряд ли. А на будущее, да. На Первую мировую, на Вторую интернационал тоже как раз развалился. Да, да. В связи с началом войны. Ну, правильно. А мы там очень-очень быстро начали собираться уже время. Собираться начали по окончанию войны. По окончанию, да. И тут тоже, видимо, да, поскольку такой широкий резонанс вот это военные действия, которые сейчас ведутся на Украине, вот, они вот очень широкий резонанс в мире, конечно. Видите, что часть мира, около 50 государств поддерживают Украину, другая часть мира поддерживает российское правительство в ведении войны, поэтому тут вопрос непростой. Не просто поддерживают, там еще активно вводят технику, людей. Ну, понятно. Потихоньку все делали, что это заращиваются на мировой конфликтах. Да, да, да. Да, да, да. Конфликт, это имя число не было. Да, есть опасность, что это, то, что происходит сейчас на Украине, может привести и к мировому конфликту. Такая опасность есть. Ну, так вот у нас самое временно сесть и разработать требования. Ради бога, кто препятствует. Если есть какие-то предложения, пожалуйста. Я думаю, что задача очень актуальна. Задача была. Но этим надо не просто думать, а надо уже браться и начинать делать, обсуждать. Пожалуйста, никто не препятствует. Вот эти. Давайте предложение. Что третий интернет-ганал не закрыт, а поставлен на пауду. Ну, дело в том, что было принято решение в 1943 году, что распустить его. Поэтому сейчас уже так нельзя говорить, чтобы поставлен на пауду. Учитывая, что там у Троцкого Буксово Интернационалов придется совершенно новым придумывать. Просто сейчас КПРФ взялась за разработку нового трудового кодекса. Ну, я уже написал там в вашем сайте, что это просто будет издевательство над этим разработкой со стороны всякой этой Единой России и прочей Буш-России. Никто же не пропустит. Не пропустит. Ну, конечно. Просто поиздеваются, да и все посмеются. Может, опять же, не трудовой кодекса выписать. Конечно. Надо идти вон. Их там сколько дармоедов сидит в думах. Идти вон на предприятии, рассказывать рабочим, что они из себя представляют и какое отношение их к производству и к тому, что происходит. И вот чем надо заниматься. На предприятиях людям разъяснять, а не сидеть там балдеть в этой думе. Вот я так считаю. Вот это тогда плане следующий. Что вы верно говорите? Следующий вопрос по поводу работы. Вот там Владимир еще говорит о диктатуре. Ну, вот смотрите, у нас если получается, буржуазия, она эксплуатирует... У нее сейчас и ее диктатура. Сейчас и ее диктатура. У нее диктатура получается сама собой. Нет, не сама собой. У нее очень здорово все получается. У него сколько институтов для осуществления этой диктатуры организовано. Он как-то... Со стороны, так сказать, буржуазии, в частности, капиталиста. Он хочет увеличить себе прибыль, он придает своих... Естественно. Он не просто хочет, он хочет получать максимальную прибыль. Это основа деятельности. Можно тогда еще принужден получать ее, иначе его сожигают в грех. Так точно. Это основа деятельности буржуазии. Вопрос к этому. Получение максимальной прибыли, да. То есть у капиталиста получается как бы самим собой, что он эксплуатирует рабочих и сам свою диктатуру отсталивает. Если кто-то вдруг взял, там, сказал, типа, я не хочу идти на ваши условия, капиталист взял его и уводил. Там все просто. А теперь с другой стороны, смотрите, а вот когда диктатура у нас пролетариата настаёт, рабочий же не будет эксплуатировать капиталистов. Более того, капиталистов не становится. Ну и что? О чем Владимир Ильич, по-моему, и говорит, что при наступлении социализма очень тяжело продолжать выступать в диктатуру пролетариата, ибо некому больше... Нет, так диктатура пролетариата заключается не только в подавлении сопротивления буржуазии. Это ж не только... Так вот ее подавили, все, все расслабились. Погодите, ну Советский Союз у нас точно так. Ну есть же наука, подожди, Александр, ну есть же наука, которая называется марксизм, и она рассказывает, в чем заключается диктатура пролетариата, не только в подавлении буржуазии. У нее очень много функций, особенно экономические функции очень сложные, не столько политические. Поэтому нельзя так говорить, что все, подавили буржуазии, диктатура пролетариата больше не нужна. Был такой Никита Хрущев, да, он поразвлекался, ну и к чему это привело? Он тоже отменил диктатуру пролетариата. Хотя еще социализм-то не был даже построен. Нет, ну после него, после него ворота его сняли, диктатуру так и не восстановили. Да, 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 да. В чем и сложность, что в условиях отсутствия класса капиталистов, диктатура пролетариата... Он не отсутствовал, он присутствовал, он во-первых, значит, если какой-то определенный промежуток времени в нашей стране отсутствовал, то он присутствовал в большинстве других стран, он присутствовал, это во-первых, капитализм, а во-вторых, как только отменили диктатуру пролетариата, буржуазия стала возрождаться и в нашей стране. И она все-таки пришла к власти вот в конце прошлого века, в начале 90-х годов, пришла к власти. Возвращаясь к Кручеву, да, он вроде на словах-то отменил диктатуру пролетариата, сказал, что это общенародное государство, а сам-то при этом активно начал колхозные рынки... Да не только там, там, значит, было очень серьезное отступление, это надо из двух словах не сказать, там очень серьезные были отступления. От марксизма, от научного построения социализма, очень серьезные, в том числе экономические, не только политические. Там очень серьезные экономические отступления были, что позволило зарождаться буржуазией, сначала мелкой, а потом и окрепшей буржуазией в нашей стране. И все-таки и позволило ей прийти к власти, свергнув оппортунистическую КПСС, переродившуюся в оппортунист. Так я к чему вопрос-то и задал, Владимир Ильича здесь так, мимоходом этот вопрос озвучил. Ну он-то не знал, что будет, что будет после, через, сколько там, через 50-е, сколько лет после его смерти. Нет, но он уже на примере... Ну он на примере, да, показывал, что необходимо признавать диктатуру, не только на словах, но и на деле. И власть-то взяли, а то, что капиталисты остались в соседней Румынии, они как-то познакомились. И они к ним пришли. Дело в том, что если... Нет, там не так все просто, как тебе кажется. Ну, разобрать это за вопрос. Я сейчас просто не смогу в двух словах раскрыть, потому что если бы там, ну хотя бы большинство подавляющее было едино и за советскую власть Венгрии, то никакая Румыня бы полностью не смогла уничтожить власть, советскую власть Венгрии. А потому что там внутри не было единства. Вот что позволило румынским войскам, что не было организовано нормального сопротивления. Также мы Парижская коммуна, помните, мы с вами говорили, что если бы была организована как нужна власть пролетарская, то вряд ли Версальцы победили. Если бы вовремя... Ну, там Владимир Ильич говорил же, какие ошибки они сделали, что позволило Версальцам разгромить Парижскую коммуну. Говорили, это очень глубокие вопросы, их надо внимательно изучать. В двух словах нельзя, как ты, пытаясь это показать. Нельзя оценивать. Хорошо, у вас еще в чате есть один романсик. Не совсем, конечно, на мой взгляд, ну, я сочетаю, как есть, а подумайте, как ответить. Молодушие ли участие во всяких левых, в кавычках, организациях и в их мероприятиях? Такие, как там межсистемщики, марксистские тенденции, там союз маркистов и все так далее. Что, что первое слово другого? Молодушие ли участие во всяких левых организациях? Да нет, это не молодушие. И тоже организации, но еще и в мероприятиях. Что значит ли, допустим, с другими организациями на первое мае ходить на демонстрацию? Нет, дело в том, что, причем тут молодушие? Дело не в молодушии, дело в том, что... Нет, я понимаю, что такое, я теперь хочу ответить на этот вопрос. Значит, поэтому здесь надо рассматривать не молодушие, а дело в том, что, что представляет собой тот, кто собирается в чем-то участвовать. Что он из себя представляет? Он осознал действительно, что марксизм... В чем суть марксизма и что нужно сделать, чтобы установить справедливую власть. Чтобы не было эксплуататоров, которые бы наживались за счет чужого труда. Поэтому какие-то левоватые лозунги или походы какие-то, они ничего не решат, пока не будет создана параллельно власть пролетариата, параллельно власти буржуазии. И как только такая власть будет создана, и она окрепнет настолько, чтобы взять власть у буржуазии. Вот тогда можно о чем-то говорить. А так, ну, участвуй, если есть желание. Это зависит от человека. Если у него есть же... Ну, конечно, почему бы не поучаствовать? Но это никак не приблизит установление диктатуры пролетариата, о которой мы говорим, вместо диктатуры буржуазии. Только организованный пролетариат сможет установить свою диктатуру. А поэтому, если вы хотите добиться справедливого общества без эксплуатации, нужно организовать рабочий класс на то, чтобы он смог противопоставить силу свою против силы диктатуры буржуазии. Вот единственный возможный выход для создания справедливого государства. А пока не организованный рабочий класс и не способен создать свою власть и перехватить власть у буржуазии, будет продолжаться государство, в котором существует эксплуатация, присвоение кучкой результатов труда или трудящихся масс. Отличный ответ. Знаете, я бы сказал, прямо на уровне Владимира Ильича. Спасибо. Теоретически верный, грамотный и даже, я бы сказал, теоретичный. Пытаюсь изучать кое-что в том числе. А, вот есть расшифровка. Молодушие подразумевалось, как отказ от борьбы против саппортунизма, наверное. Ну, в принципе, вы примерно так и ответили. Как получилось, что при Грущеве, я надеюсь, в то время еще довольно были сильные у нас институты марксизма, и он не в одно лицо же увел от этого? Ну, тут я, конечно... Есть какие-то вообще, ну, сама техника, как этот процесс прошел? Да, отпустили, не увидели. Вопрос, конечно, очень непростой, как увидели. Дело в том, что отступление... Ну, я считаю, здесь вот... Позволили. Целый ряд причин, что верхушка уже тогда, кто оказался в верхах КПСС и верхах власти, они недостаточно хорошо... Не теорию. Нет, не теорию, а понимали и усвоили основные положения марксизма-лининизма. Недостаточно хорошо. Им казалось, что вот надо больше сделать скачок, и мы вот такой скачок сейчас сделаем, вот куда-то кинемся, и мы быстрее придем к коммунизму. Вот примерно такие у них мысли были. А, значит, это у части той... А у некоторой части еще меньше, которые были, ну, как бы, знакомы с научными положениями марксизма, они считают, ну, там же ребята грамотные вверху сидят, они знают, что делают. Ну, значит, будем вкалывать, будем выполнять. Ну, вот тут целый яд причин. А почему так сложилась ситуация, что... Одна из причин, то, что все-таки вот эта Великая Отечественная война, она даром не прошла. Там, ну, она вышибла наиболее передовых, наиболее сознательных ребят. Да, наиболее сознательных, наиболее грамотных вышибла все-таки из этого. И еще, конечно, ну, были и другие причины. И Иосиф Иосиф Иосифович немножко, ну, поздновато начал, он на последнем съезде все-таки создал, расширил ЦК, ввел туда целый ряд грамотных молодежи, вот там Чесноков, Жданов и так далее. Но не хватило еще, ну, их, чтобы, ну, как бы, они удержались там в ЦК, их как только он, буквально после съезда прошло чуть-чуть времени, меньше полгода он умер, и эти старики вот эти, которые там, типа Хрущев и прочее, они их вычистили, этих ребят отправили. А сами-то они были немного далековаты от истинного, от нормального научного понимания марксизма. Далековаты, поэтому натворили вот этих вот дел. Ну, это мой взгляд. Я думаю, только не только эти причины. Там, видимо, были и другие еще, но это вот пока так поверхностным могу, что я сказать, Хрущев же пришел в результате партии, в результате, так называемого Ленинского призыва. Да, да, он из бывших францисторов, да, примыкал когда-то в свое время, но потом он, значит, как бы, втерся в доверие там в руководящие круги, и очень даже... Шибко лежало как раз-таки, изначально в том, что в партии начали брать почти всех, кого были без разбора в 24-м ряду и последующих. Ну, нет, да, но потом были и чистки, были и чистки, конечно, да, но тут вопрос, нельзя так говорить, что такого, что без разбора. Нет, были, был призыв, да, и в основном-то старались из рабочего класса, из трудящихся брать, но... Тем не менее, конечно, много было примазок, то есть, ну, тут много процессов. Им это повлияло тоже, конечно. Ну, а другая причина была, наверное, то, что все-таки люди вступали в партии не потому, что они были коммунистами, а потому, что она стала такая ситуация, что если ты не в партии, ты не получишь... И карьеристы присутствовали, да, и такое присутствовало. Конечно, конечно, и чистки не всегда помогали иногда. Дело в том, что в этих чистках-то вот участвовали не всегда добросовестные сами те, кто чистил. И это присутствовало. Ведь окопавшиеся троцкисты и вуржуи, они в многих структурах были... Ну, тут очень много можно рассуждать.